16 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе Десногорска Андрею Шубыну доложили об обстановке муниципалитети и о предстоящих мерах по снятию действующих эпидемиологических ограничений. На 16 июня, по данным регионального Роспотребнадзора на Смоленщине, зарегистрировано 3927 случаев заражения коронавирусом за сутки 59. Это самый низкий суточный показатель за последние недели. В Десногорске нарастающим итогом 122 заболевших. Мы продолжаем периодически переводить наших пациентов в Москву, таким образом хотя бы немного разгружаемся. Но там у нас около 10 пневмоний лёгкой степени тяжести. Тем не менее, указом губернатора Смоленской области особые эпидемические меры на Смоленщине будут действовать до 22 июня. В администрации Десногорска уже есть конкретные планы по смягчению действующих в городе запретов. Так совсем скоро городские автобусы начнут курсировать по отменённым два месяца назад маршрутам. У нас на сегодня на повестке дня проект постановления о возобновлении с 18-го числа перевозок по четырём маршрутам. Десногорский автовокзал, строитель, ДНТ Николаевская, садоводческая товарища Надежда и профилакторий. В условиях самоизоляции были отмечены случаи сбора шумных компаний в вечернее и в ночное время. Результатом чего нередко становился вандализм. В том числе в отношении ещё даже официально не открывшегося городского пляжа. Разыскивать и пресекать злоумышленников будет помогать новая система видеонаблюдения, которая уже положительно себя зарекомендовала. У нас в тестовом режиме находится система по безопасному городу. Мы её в этом году модернизировали. Всего установлено и находится в работе 47 видеокамер. Все они выведены на ЭДДС. Олег Соловьёв, Юлия Особолева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.